Здравствуйте, уважаемые коллеги! После матча пресс-конференции просьба сразу, пожалуйста, на беззвучный взаимодействий баса. Представляю вам участника пресс-конференции нашего гостя, главный тренер команды Табул Тимошемельевич Уразов. Тимошемельевич, краткий комментарий. Если будут вопросы, постараемся отпустить побыстрее, у них чартерный рейс домой, поэтому, если можно, то в словах о матче. Добрый день! Хорошая игра, хорошая атмосфера располагала к хорошей игре. Я думаю, болельщики получили удовольствие от игры. Жаль, конечно, что мы опять не реализуем свои моменты и, получая гол в свои ворота, какой-то рог, что ли, идет. Контролировали их игру, пытались вскрыть через фланги, прострелы были, но не было завершения. Второй тайм, я думаю, удался обоим командам, потому что не сидели в обороне, каждая команда лезла вперед, хотела забить. Хороший матч, но очков нам не принес при нашей хорошей игре. Спасибо. Владимир Андреевич Никитенко, главный тренер команды «Активе». Позвольте поздравить Владимира Андреевича и в лице всю команду с победой сегодняшней, для аргива и классика. Андреевич, краткий комментарий к сегодняшнему матчу, потом уже вопросы, которые пришли к нашим журналистам. Сегодняшняя игра, я думаю, она, назвав ее, рассматривает, как сквозь призму вот этого отрезка. Отрезка 14-ти дневного или 13-ти дневного, 5 матчей за 13 дней, поэтому все-таки сложно было такую темповую мобильную игру показывать. Тем более, сегодня немножко так, это рановато начали, плюс где-то душновато так, но начали неплохо. Начали неплохо, первые 80 минут было давление хорошее, такие скорости были довольно неплохие с нашей стороны. Преимущество, где-то не забили, несколько таких, я не скажу, что таких явно голевых, но моменты были забивать. Потом соперник, все-таки подпекация игроков хорошая, стали переходить в контратаку, создали тоже определенные сложности, там для нас где-то уже темп немножко стал падать. Ну, в этот момент мы забили гол, который нам помог, значит, уже более играть уже по ходу игры, уже варьировать темп, варьировать игру. Ну и концовка там тоже могли где-то, были сложности у нас в обороне, и в конце мы могли забить второй. Если забили второй, конечно, было бы все спокойнее. Значит, а так, в принципе, ребята, ребята, в принципе, все выполнили то, что мы хотели. Хотелось бы показывать более такой, значит, результативный, атакующий футбол. Но у нас в этом плане еще работы много. Николай Симович, это диапазон, Владимир Андреевич. Что с Бикмайевым, сейчас сложно говорить, вы же видели, там немножко пролетел, подскользнулся там на асфальте, там еще что-то, в бетоне. Сейчас надо смотреть, это МРТ или УЗИ, там, как они там свалили. Я думаю, завтра, послезавтра определимся. Но подозрения есть, серьезные. Подединка, там чисто такая травма, все-таки у нас вот эта смена грунта, молодой парень не рассчитал, может быть, немножко силенки на весь матч. Судороги и проножных, обычные явления. Сергей Железня, Галитаренко, Владимир Андреевич, вот лично мне показалось, что во втором тайме мы играли слабее. Мы действительно играли слабее или того прибавили просто? Мы играли по счету, мы играли по счету, мы создавали моменты, даже больше, чем в первом тайме. Это все так, конечно, субъективно, внешне смотрится так, но мы забили гол, мы больше могли забить, чем соперник во втором тайме. Вот сейчас Тарас тоже, вот мы обыграли Тарас, так все это визуально 25 минут типа проигрывали там. Они создали полтора момента, мы тоже так же создали. Мы сделали 12 ударов, а не 11 ударов. Просто статистические данные. А вот внешний фон, да, мы где-то первые 25 минут в Таразе проиграли, потом мы прибавили и, значит, создали преимущество, забили на последней минуте гол. Да, повезло. Сегодня такая же ситуация, такая же ситуация, только мы забили на 30-й минуте и играли уже, по счету мы играли, потому что штурмовать, штурмовать у нас не сил нет, не это, я имею в виду 5 игр, вот это 14 дней, это 13-14 дней, это не так просто с перелетами со всеми, потому что мы не можем 90 минут играть в предельном темпе. Была ритмия в матче, были контратаки, играли по счету. Ну и, конечно, немножко отдали территорию, поэтому как бы видимость такая, что у них было преимущество. Ну да, они создали там какое-то давление, реальные такие моменты явные, надо посмотреть, может быть, они были, я так не заметил. Спасибо большое. А вы говорите, играли по счету, но вы сейчас что-то было? 1-0, счет был. Ну, скользкий, но мы атаковали, мы там и Глобиненко мог забивать, там и Хайролин мог забивать, мы играли, мы хотели забить, но мы сейчас, я говорю, мы не можем каждую игру 3-0 выиграть. Можем, хотим, как Бавария играть, но пока у нас готовности нет, чтобы по 6 мячей каждую игру забивать. Мы хотим. Спасибо. Мы хотим и будем стараться выводить на этот уровень ребят. Это наше желание такое. А как будет, все зависит еще от того, как мы докомплектуемся, еще возможно. Где-то скоростей чуть не хватает. Вот чисто не то, что выносливость, а скоростей игроков. Мы в этом плане немножко проигрываем и Таразу, и Тобо. В скоростях у нас другие качества положительные есть. Это более, значит, опытные ребята, владеют ситуацией, то, что происходит на поле, перестраиваются, меньше ошибок допускают и так далее. Но это мы должны скорости немножко увеличить, скорость, динамику игры. Спасибо. Вы отдали территорию внешне. Временно. Да. Внешне, по крайней мере. Было впечатление, что мяч плохо держится у команды. С чем связано вообще? Это, в смысле, ваше установление, я хочу понять, просто стиль игры. Плохо держать мяч? Отдавать мяч, да. Когда, как бы, нет продолжения. Наоборот. У нас все зависит от треугольника центрального, который должен ввязать все. Тем не менее, вы много ошибок сегодня. В принципе, Харабар очень ошибался, не знаю, с чем связано. Мы играем соперником. Еще как позволяет соперник, это одно. Мы играем соперником, и он противодействует против нас какой-то. Тоже, например, знает о том, что многое зависит от Хайрулина. Хайрулина держит плотно. Если Хайрулина держит плотно, значит, уже хуже мяч держится. То есть, мы работаем над тем, чтобы контролировать мяч. Тотального преимущества сейчас нет ни у одной команды в Казахстане. Нету тотального преимущества. Сейчас, может быть, вот на своем поле Астана владеет как бы тотальным преимуществом. А тотального преимущества, я не знаю, как раньше было. Я что-то не замечаю тотального преимущества какой-то из команд. Все примерно равны. Спасибо. Сегодня в запасе, по-разумодням, Тишис Савельев. Они еще не до конца готовы ходить на поле? У нас вот сейчас вот различные такие вот. Сейчас Биг Маев тоже выпадает. Мирошниченко приехал вчера только с перелета, трансатлантический перелет там с Европы сюда. Там ночь не спала и так далее. Просто 11 человек выходит. Сегодня они были в запасе. Они готовы играть на данный момент после травм где-то, ну, не больше 30 минут. Потому что они были такие травмы, что они тренировались в таком режиме, не максимальном режиме. Поэтому сегодня не было необходимости их. У нас в обороне был определенный порядок. Эти игроки, они оборонительные, в принципе. Поэтому сегодня не было необходимости их выпускать в обороне. Мы бы хотели усилить атакующие действия кем-то, но вот то, что у нас вышли ребята, Ковальчук и Гридин, это самый наш атакующий резерв. Ту игру у нас Генрих выходил на замену, тоже усилил игру. Может быть, забили опять. Владимир Владимирович, у нас когда появится результативность по голам, у нас она ущерба, ущерба. Я понял, я хочу, чтобы мы забивали по три мяча, но мы сейчас находимся на втором месте по результативности в лиге. Мы хотим, конечно, сейчас 20-25, мы работаем над тем, но более результативных нападающих надо брать, более быстрых нападающих и так далее. Мы сейчас, у нас есть комплект игроков, которые мы работаем. Мы забили сейчас, осталось 13, мы 12, мы на втором месте. Мы хотим забивать, у нас есть момент. Надеюсь, что мы будем забивать. Мы 9 мячей забили, лучше бы мы их не забивали. В Айтирику. Самый хороший результат, для меня это 2-0. То есть мы результативность проявили, в обороне строго сыграли 2-0. Конечно, зрителям хочется 6-1, 5-0. Я согласен. Но это и мы бы, если бы мы вот так бы играли, я бы только за это был. Но у нас показала практика, после 6-0 у нас проблемы с реализацией. А вам спасибо. Вам спасибо. Честно говоря, вы нам очень сильно помогаете в плане вот СМИ, поддержки. И поддержки. Во-первых, некоторые поддерживают, некоторые ругают. Особенно спасибо тем, кто ругает. Это нам, по-моему, работа нам облегчает. Нам лучше настраивать, ребят. Пожалуйста, ругайте нас. Футболистов. И футболисты вообще команда, так по игре, вот вы правильно, результативно, все. Тогда они нам легче настраивать, ребят. Легче настраивать. Вы нам сильно помогаете. Спасибо большое. Это от души. От души, я говорю. А, Владимир Владимирович, последний вопрос, вы перед началом вселенной говорили, предстоит много работы. И сейчас, начиная свой обзор, да, вот вы говорите, предстоит много работы. Разница есть между этим? Каждый день работа, каждый день выводы, каждый день анализ, потом снова работа, потом игра, потом анализ, потом опять работа. И так постоянно. Я не знаю, когда мы увидели, как-то первое, максимально приближенные, тому идеалу, который вы устроили. Ну, к примеру, к чему, какую команду вы хотели? Я не знаю. Нет, ну, к кому команду? Бавария, Барселона. Я просто хочу знать, что мы хотим. Результат нужен, значит, давайте результат. Красивую игру, давайте красивую игру. Акцентировать. А вот я и хотел это понять. Ну, мы стремим. Идеально мы должны играть в атаке, забивать, сзади не пропускать. Мы к этому стремимся. А зрелищность? Зрелищность от результативности зависит. Я понимаю, вообще вам интересно, как зрелищность, составляющая игры? Зрелищность – это голы, количество ударов, количество голов. Пока мы, пока мы во всех играх, кроме Астаны, когда мы 2-1 выиграли, мы превосходим в любой команде. По ударам, по воротам. Я считаю, что зрелищность игры – это удары, по воротам. И забитые голы. Забитыми голами, немножко, конечно же, хотелось бы лучше. Все за зрелищность, но за результат спрашивают. Все с зрелищность едут. Но за результат спрашивают в первую очередь.